всем привет все я хочу рассказать об одном из наших политиков aldis gobsens он уже как политик давно но его давно не было слышно но сейчас связи с тем что происходит в латвии подорожание цен на все электричество газ там бензин короче просто катастрофические цены повышаются соответственно продукты но об этом я уже рассказывал в общем этот политик решил провести в стране революцию при помощи народа латвии хочет так сказать свергнуть власть ну как свергнуть хочет чтобы они ушли просто в отставку и в надежде что за него проголосуют и он станет значит премьер-министром как известно у нас премьер-министр решает все в общем то может мужик и молодец конечно какой какой никакой вариант но мне попало свое видео где он обращается к русскоязычному населению латвии в частности в принципе латвии да но перечитает при этом очень многие районы риги что в риге больше всего наверное живет русскоязычного населения хотя есть и целые города так скажем которые тоже признаны русскоязычными такое что я хочу сказать по этому поводу 30 лет назад когда была такая же самая ситуация только со сменой советского союза те же самые политики были также уверены что придя к власти они сделают латвию просто ну прям супер страной прям идеально для проживания будущих детей что получилось в итоге огромное количество людей не просто кинули просто кинули обманули не дав им гражданство я не гражданин об этом я уже говорил и говорю постоянно у меня многие но носят паспорт в обложке что мол как бы там особо то не видно но я ношу специально без обложки везде его показывают без каких-либо проблем подчеркиваю о том что я не гражданин скажу честно я бы хотел бы стать гражданином латвии но на не на тех условиях которые они предлагают то есть но натурализация сдачи языка истории так далее и тому подобное я согласен на это пойти если пойдут на это все но на это все не не пойдут потому что большинству как бы выдали уже эти гражданские паспорта многие остаются без гражданства так вот в чем суть этого видео в общем то альдис гобзенс обратился к русскоязычному населению с просьбой прийти на митинг 13 декабря но он уже был он ни к чему в общем не привел только к штрафам к штрафам и штрафам и значит ну послушал его интервью что я могу сказать политики латвии уже когда-то давным-давно приходили к такому способу значит в своих интересах вот но в итоге это все равно заканчивалось ничем я считаю что альдис гобзенс он абсолютно такой же человек он сказал поверхностно что я мы тут все жители латвии мы все вместе мы должны бороться вот что он там посещает районы общается с людьми а в конце концов он начал говорить такие вещи что ему с детства на родители говорили о том что не имеет плохой национальности но я здесь живу я знаю отношение этих политиков к русскоязычному населению поэтому лично у меня и к нему доверия нету у него даже нет какой-то программы четкой вот лично мне как не гражданину мне хотелось бы услышать хотя бы разговор о предоставлении гражданства ну хотя бы в обычном порядке как для всех об этом разговора нет он предлагает там изменить значит цены на газ каким-то способом причем что у нас все будет решать все равно парламент и большинство партий хотя он и пример но он это сможет выносить куда-то там на обсуждение в общем в итоге я считаю что все равно ничего не поменяется да сегодня цены подорожали себе вообще все стало как бы намного дороже по сравнению там с десятью пятнадцатью годами назад когда было можно было нормально жить даже можно было и пять лет нормально жить да и сейчас в принципе можно но просто если там какие-то деньги у вас должны были уйти на какую-то покупку там куда не знаю ценных вещей они у вас идут просто на масло на бензин на электричество на газ ну и плюс эти ковидные ограничения что я хочу как бы закончить уже это видео лично у меня нету доверия я лично считаю что не русскоязычные не тем более не граждане не должны за ним идти потому что он не тот лидер кто нам нужен пока не появится такой лидер который хотя бы заговорит а гражданство для неграждан какие-то реальные будут у него предложения только после этого мы можем как-то идти сейчас мы находим мы во первых и так находимся 30 лет в оппозиции до многих русских очень многих имеется латвийское гражданство но вы не забывайте что ваших соседей ваших друзей ваших родителей этого гражданство нету и никто даже не задумался о предоставлении этого гражданство поэтому я считаю что нет никакого смысла идти за этим политиком просто абсолютно никакого он как минимум не заслужил доверия абсолютно никакого так что мое личное слово я понимаю я не политик я как бы простой обычный житель я не собираюсь политику мое личное этому гобзенсу нет пока он не предоставит каких-то ну не гарантий хотя бы каких-то словесных не знаю предложений я не вижу смысла как бы идти за эту политику выходить на эти митинги там стоять короче что-то кричать просто я начитался комментариев где среди опять-таки русскоязычного населения некоторые тети там да вот одну я запомнил прям да ой алдес какой вы молодец кто-то написал как приятно слышать слова от латышского политика за 30 лет а мне неприятно вот мне лично неприятно за 30 лет не было ничего решено в этом плане кроме автоматического предоставления детям родившихся там после 2001 или какого-то года там 2004 я даже не знаю толку ну какого 2004 2010 потому что у меня дочка 2008 и автоматически ей не было предоставлено так что вот как-то вот так вот так что мое слово алдесу нет ну каждый свое право каждый может идти но опять-таки не забывайте про своих родителей про своих соседей про своих знакомых и тогда уже получается это будет какой-то предательство с вашей стороны ну а цены не поменяются даже если он придет к власти ничего не изменится политика как была на противодействие России любой ценой так она и останется так она и остается и так она будет пока не существует прямо из ряда вон выходящего ну а так всем хорошего настроения у нас погода вообще огонь у нас просто вот снег не знаю может попробую вставить ну может не буду вставлять слишком так сложновато ну ладно у нас не короче красиво все на улице минус минус 6 ну очень терпимо всем всем удачи